Новочебоксарский легкоатлетический манеж принял участников сразу двух престижных стартов. Минувшие выходные в Чувашии разыграли награды чемпионата и первенства Приволжского федерального округа, а также Кубок главы республики. В составе команд сильнейшие спортсмены, в том числе и лидеры национальной сборной. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Большую часть 800-метровой дистанции чувашская легкоатлетка держалась позади. И только на последнем круге она вырвалась вперед, преодолев первую финишную черту. Позже Вера Васильева признается, что такая тактика ей помогала побеждать не раз. Была тактика первые 400 метров присидеть, а потом уже накатить финиши. Вот, а оно вроде бы получилось у меня последние 200 метров выйти и победить. Воспитанница чувашской школы Анна Ильина осталась в шаге от победы. За беги на 3 километра своих соперников обошла Елена Коробкина. Результат спортсменки – 8 минут 55 секунд. Старалась просто бежать своим темпом. Задачу, которую поставил тренер, пыталась выполнить. Вот и все. Хотелось пробежать где-нибудь из 9 минут, вот троечку, продышаться, попробовать. Это первая тройка у меня в сезоне, поэтому опыт. Всего хозяева зала завоевали 10 медалей. В активе сборной республики два серебра в забегах на 60 и 3000 метров. Бронзовую награду команде принес легкоатлет Сергей Петров. Главная интрига турнира развернулась в секторе для прыжков в высоту. В числе претендентов на победу Ангелина Краснова и Анжелика Сидорова. Золото за Анжеликой. Она преодолела планку 4 метра 70 сантиметров, а это лучший результат сезона в Европе. За награды Кубка главы республики борются и юниоры. Не раз турнир помогал зажигать новые звезды спорта. Еще раз хочу поблагодарить Михаила Васильевича за прекрасную организацию, за то, что эти соревнования существуют, за то, что они проводятся ежегодно. И к нам в сборную команду поступает очень много молодежи именно из Чувашьей республики. Только в прошлом году в состав сборной страны по легкой атлетике было включено более 40 спортсменов из Чувашии. Мы в легкой атлетике, в республике, в государственной политике всегда занимались и будем заниматься. У нас почти 5000 спортсменов занимаются. Я абсолютно уверен в том, что кто-то из них попадет в сборную команды Российской Федерации, хотя у нас там достаточно спортсменов, но кто-то из них обязательно станет чемпионами Европы, чемпионом мира, а впоследствии будет олимпийским чемпионом. Я в это верю. На рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым Юрий Барзаковский отметил, что спортивные турниры республика проводит на высоте. Для других регионов это пример. Участниками нынешних стартов стали более 800 легкоатлетов из 20 регионов. За два дня среди них разыграли 40 комплектов наград. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Эндрис Шоклев, Республика.